Захожу, а у вас есть клей для депиляции? Ну это же не клей, а полоски. Я такой, что это для нас клей? Она такая, а вам полоски нужны? Я говорю, а что я похож на чувака, который делает депиляции? Зашел мужик с бородой с собой. Риги. Я говорю, а что мужика, который делает депиляции? Чего? Чего? Всем привет! Сегодняшняя тренировка будет не похожа ни на бокс, ни на кач, ни на кроссфит. Сегодня будет тренировка стронгом. И я вас хочу познакомить сегодня своим другом Сергеем Суровым. Брутальным мужиком, силачом, просто богатырем. Знакомьтесь. Привет, ребята! Добро пожаловать в сегодняшнюю тренировку стронгов. Ну, не знаю, удивлю я вас или не удивлю, но посмотрите, будет, чем получится. Может быть, может быть и нет. Может, вы все это знаете. Давай, давай, что ты? Куда ты шагаешься? Куда ты не шагаешься? Месть стоишь. Давай! Давай, 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 в середину. Вот, старик, вот, отлично! В начале, как и положено, Серега делает разминку. Это вот подводящий подход к основным. Вес на шланге 220 килограмм. Так легко справляется. Серега, скажи, а как пришел в этот спорт? В силовой экстрим? В силовой, ну, на что-то. Вообще, силовой видоспортом начал заниматься. Силовым видоспортом начал заниматься где-то в 2000 году. Ну, что, было же 16 лет. 16 лет уже, да? 16 лет. 16 лет, да, да, да. Не было тогда 25 лет. С чем-то уже потолковал вот так. А как-то пришел в клуб богатырь такой еще, футамина, который был встал. Помню. Надежда Павловна Волочан была такая, ну, сейчас она есть, если нет. Была там. Она такая, прошла ко мне. Не хочешь попробовать заниматься пауэрлифтингом? И такой, пауэрлифтинг, какое слово такое мудрёное, я думаю, что такое? Короче, ну, говорю, давайте попробуем. Ну, а там приседание же, беже, становая тяга. Ну, попробовал, и вот в 2000 году не выпускает, и вы штаны не за рукой. Все, все пробуй, уже пробуй. Да, да, все пробуй, пробуй. Никак напробоваться не можешь. Ну, ну, фурытенький. Выполнил у нас мастер спорта бежонного класса. Собернулся двукратным чемпионом России по жену штангу Бележи. Выигрывал Кубок России по троебори. Становился два раза серебряным трендером чемпиона России по троебори. Суму собирал, тонну 60 килограмм. Тонна 60. Представляете вообще, тонна 60. Мечта, мечта была, конечно, тонну 100 собрать. Вроде как бы силы есть, а какого-то фарта спортивного нет. Силы, как бы силы помойка. Ну, вот решил взять перерыв маленько в троебори. Вот сейчас занимаясь силом экстремом, ну, и как бы развитием его в Крае, у нас этот спорт не сильно развитый. Ну, как бы он почему не развитый? Потому что сложный для развития. Потому что надо уже, сюда приходят обычно уже более подготовленные спортсмены. Уже как минимум ты должен иметь мастер спорта или по бурлифтингу, или по тяжелой атлетике мастер спорта. Потому что такие звания. А как бы изначально заниматься силом экстремом, ну, очень сложно. Ну, вот, сами можете посудить, какие тут веса. Вот у нас там шарики лежат. Сегодня, кстати, не будем их показывать. Самый легкий шарик 120 килограмм. Вот, представляете? Вот, я делаю сейчас подводящее упражнение. Самая тяга, потому что в Стронге самое главное, что в Стронге нужна, это самая сильная спина. Да, весильная спина, ребят, там делать меньше. То есть, на уровне, если Стронг, должен тянуть как минимум 300 килограмм. Здесь 50 килограмм, потому что я только начинаю сезон, отдыхал полтора месяца. Не тренировался, потому что третья неделя тренировочная. Вот из-за этого такой небольшой вес. Но сейчас вот делаем, смотрим. Кстати, самую делаю классическую тягу Стронга. Классическую, как бы, в Стронге. Больше используется такая тяга, как бы, Стронга, как бы там не практикуется. В основном используется тяга классическая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, смотрите, Серега здесь тренирует. Воспитывает новое поколение. Все, кто хочет тренироваться, развиваться физически и закалять свой дух, приходим на... Спортал находится на Красноярском рабочем 168. Данные Серегины я размещу с ссылочкой внизу, в описании. Будет это в ВКонтакте. Пишите его, договаривайтесь. Причем зал очень дешевый, а Красноярские мерки. Приходите. О, молодец! Здесь тяга Сумо. Постановка широкая. Смотри, выполняется. Постановка выполняется, как он очень много. Семеновый участник, не в такой стежке, не в такой. Подсек тот же самый уйдет. Ладно. И вытягиваете в какой-то стежке. Ну, что надо подстать. Ну, вот, вы видите, в объекте, это классическая дистанция дистанции дистанции. Он выполняется, как он очень много. Но вот, ты знаешь, как же идет подсек. И вот за штампом ты отсыдаешь, ты управляешься. Понимаешь? То есть, это еще зависит от твоей инфектики, почему ты способен лучше, в какой тяге. Вот сейчас надо определить, какая тебе тяга больше пойдет. Давай посмотрим. А, сейчас, собственно, и сейчас 135. 135. Какого-то года, 74-го? 74-го. 42, да? 42 года будет через год. А, рост? А рост метр 70. Ну, рост невелик. Я вот всегда пытаюсь доказать, что с небольшим ростом, всегда тоже можно быть сильным. Я не люблю еще, когда в спортзале ходят в шлепку, приходят на тренировки. Я всегда говорю, ребята, в шлепку будете по пляжу ходить, а не в спортзале. То есть, всегда должна у нас будет спортивный образ. Или кроссовки, или штангетки, или кеды. Чтобы пальцы не отрубили вам. Да, чтобы диском. Или вот такой жарик, чтобы не находился на ноге. Ну, сейчас начнет самое интересное. Он сейчас подготавливает помост для занятий с шарами. Приготовление. Получается подготавливает помост для занятий с шарами. И другой мне дарит пять воздушных шариков, шариков, фонариков. Пять воздушных шариков, шариков, фонариков. И другой мне дарит пять воздушных шариков. Пять воздушных шариков. Их используют для прикрытия предплечий. Некоторые люди на ноги девают, а я на предплечье. Ну, объем это. Ее объемы ручные, ножные у тебя. Да, да, да. Вот как бы на это наносится клей. Специально на это потом покажу. Как специально? Как бы есть специально продается? Ага. Обычно это где-то в Америке и производят такой клей специально для поднятия шариков. Тут же разные есть температуры. То есть при разных температуре используются. Есть клей, который на холоде, например, используется. И есть клей, который в жиру используется. Знаете, как? Да. А у нас мы же россияне. Мы выходим сами, как это, своими этим смекалкой. А мы используем. Вот такие как же женские депиляции для мозга. О, так у меня жена, у меня как раз где, как косметолог. О, потом расскажешь ей, скажем, знаешь, куда твой клей используют. Коян, это целая, как это называть, целая комедия. Приходишь, когда покупаешь этот клей для юбиляции. Захожу, а у вас есть клей для юбиляции? Ну, это же не клей, а полоски. Я такой, ну, для нас клей. Она такая, а вам полоски нужны? Я говорю, а что я похож на чувака, который делает депиляции? Зашел мужик, порадовался, говорит. Риги. Я говорю, а, похож на мужика, который делает депиляции? Они так смущенно, так говорят, да нет. Вот такие вот истории бывают у нас. Веселые. Что-то раскопанел, ничего не лезет. Или не то, что происходит. Сейчас я нормально. Чтобы руки подзлевли были, использовал такие штуки. Надо шить специально, и шить все из кожи. Я вот как бы с человеком разговаривался. Кожики тоже. Я видел, а кожаные с ремнями, да? Да, да, да. Американские. Но я хочу это, ревни маленькие я смотрю, это непрактично, неудобно. Они вот забиваются, забиваются клеем, и потом неудобно их одевать. Вот я думаю, как-то сделать какую-то свою какую-то фишку. Я уже подумал, можно на шелках или на липучках сделать. Хотя липучки тоже бы клеем заливаться. Да, да, да. Липучки еще быстрее, наверное. Как бы вот такая штука. Сегодня посмотрите, как это все происходит. Все-таки Кеши нету. Кеши должен подойти был. Что-то нету. Готовимся, кстати, с ним на Москву. Ищем спонсоров, но... Когда? Когда Москва будет? В ноябре месяце. 15 ноября. Надо нам найти спонсоров. Чтобы съездить в Москву, отстоять в честь Красноярского края, в силовом экстриме. Надеюсь, может, кто видит видео, решит помочь нам. Финансово. Принцип на денег немного, конечно. Ну, если кто-то интересуется силовым экстримом. Какой неравнодушен к этому виду спорта. Чтобы они не сваривались и делали ликопластыр. Есть вообще некоторые, которые просто используют ликопластыр, просто заматывают предплечье ликопластыр. Но так как у нас все подражало в стране, и в том числе ликопластырь, рулон ликопластыря стоит 200 рублей. Это очень невыгодно. Представляете, что это, как видим, два рулона на руку. Это уже 400 рублей. А плюс еще мозг 200 рублей. Вот представляете, что выходит. Какая тренировка дорогая для поднятия шара. Что тут как бы его надо так ровненько намотать, чтобы не передавить руку, а то она начинает затекать. И потом шар очень сложно поднимать. Кравоснабжение. О, кровоснабжение. 120 килограмм шарик. Кто хочет посмотреть, как эти шары поднимали на «Силачах Сибири» 2016, где был ведущим и организатором соревнований Сергей Гасуров, и соведущим был Михаил Кокляев. Можете посмотреть, что все успеют здесь, или вот здесь. Вот такие чумазые становятся, когда поднимаем шары. Что ты думаешь, что этот неплохой клеет? Давай посмотрим. Давай сейчас сюда набрём, пару кружек. Проверпал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про титанов. Что ты, кстати, в 15-м году тонна 20? 15 тонна 20 с ним собрал. Ну, это не самый лучший результат. Уже больше было, да? Тонна 60 было. А, тонна 60. Да, когда еще тонна 60, то, в принципе, запасом было. Я собирал его. Ну, вот охота, как бы... Ну, как охота, это охота. Конечно, хотелось бы тонну 100 собрать. Да. Слышно, если в хорошей форме, я за одно движение его поднимаю. Сейчас посмотрим, какой форме. Ну, как он поступаться, делал одно движение. А если как бы тяжелый шаг, то два движения делать. То есть, его спирал на колени ложишь, потом обхватываешь и с колен уже поднимаешь. Ну, если тяжелый шаг. Вот сразу видно спортсмена, да, какой-то. Какая же форма, как он шаг поднимает. И с одним движением шаг, там, ну, килограмм 160 дает. Это значит, что у него очень хорошая форма. А если и есть, и так делает одни движением, это просто, наверное, как его, забыл фамилию. Американский, который поднял шаг, 50 килограмм, самый крутой тяжелый шаг. Милый только. Брайн шоу, бро. А, брайн шоу. Брайн шоу, бро. Брайн шоу. Брайн шоу. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я смотрю, что все равно продолжаешь, чтобы не заканчиваешь. Я бы, многие бы раз, ну ладно, все, что, заканчиваешь, все, а нет. Вот так, ну, мы сегодня шарагами закончили, сейчас следующий буду пожмать, тоже инстромный. Смываешь, как ты? Да, ВДшкой вот. Ну, в него раз, ВДшечка раз. Ну, обычно можно еще использовать масло, подсолнечное масло. Она тоже хорошо смывает, мне кажется, лучше, чем ВДшка. Ну, от нее, по крайней мере, это как вредно для кожи. Потому что часто использовать, это очень вредно. А вот подсолнечное масло, это полезно для кожи будет. Так что, если вот будете заниматься, используйте лучше подсолнечное масло, чем ВДшка. Просто у ВДшки завалялась. А так обычно тоже подсолнечное масло. Вот так вот, втираем. Сейчас потом продолжим. Ручки для богатырских гантелей. Это айцупражение богатырской гантели. Вот, но я вот тренируюсь вот этой гантелью. Она вот даже и более здесь можно смотреться. Вот это, которое на соревнованиях, например, 50 диаметром диаметром. А вот это 60 диаметром ручки. То есть вот эта одна ручка вешает 10 килограмм. Вес эта ручка. Вот, вот, я вот тренирую богатырскую гантель вот эту же. Вот эту ручку. Как бы она ведь отмахнет. Очень хорошо. И, например, у нас в соревнованиях приезжаешь, что там богатырская гантель, у нее диаметр меньше, намного легче ее поднимать. Твой секрет, да? Да, да. И еще, они есть цельные такие, гантели. Может, видел, да? А у меня сборная, ну, из дисков собирается. Кстати, вот сборная, гантель, тяжелее поднимать, чем она цель. А почему? А вот я не знаю, динамикой или чего, это, наверное, зависит от чего. Друзья, всегда, прежде чем поднимать что-то, делаете разминку. Всегда, конечно. А, да, разминочки небольшие. Легонька, раз. Разогнал связочку, чтобы прогрелись. Да, подготавливайте связки, суставы свои к следующей работе. После разминки, говорю ему это, немножко разминаться больше будешь. Он говорит, нет, это уже все, размялся. Сколько вес? 55 килограмм. 55 килограмм. Ты говоришь, там где-то в просит, да, хотел тренироваться. Сколько там, 40 килограмм штанга? Штанга 42 килограмма. 42 килограмма. Гантель. Вот, видите, да, разница в весах. Тут гантель, я то рукой надо работать. А на соревнованиях сколько гантель? Ну, я самую большую, как и 20 килограмм. На два раза. Не получается. А вообще, как это варьируется на соревнованиях, сколько килограмм гантель? А, зависит от уровня. От уровня соревнований, да. Чем больше уровень, тем тяжелее гантель. Там уже сотка, это уже уровень читается. У нас было 85 килограмм. Ну, вот последних на силачах. Ну, любое соревнование, да, да, продвигает спортсмена. Любое соревнование. Они прогрессируют, а заметно, лучше. И, не знаю, это психология, наверное, действует. Или капает, что люди, как бы, психологически, как бы, продвигаются выше, на более высший уровень. Ну, и, опять же, спортивный интерес. И интерес, азарт, азарт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Как это было? И, не вагом, а вагом! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И это сколько вот таких подходов ты делаешь? А добавлять будем еще? Да! А ты думал? Так, по десятику все. По десятику 60, 60, плюс этот 10, да, и... Получается, нет, десятики 60, 70, 75. 75 килограмм. Практически мой вес! Субтитры Алексею Дубровскому! Мои, я не знаю, как там, впечатления или... Это что-то! Субтитры Алексею Дубровскому! Серега спросил меня, сколько ты весишь? Я говорю, ну сейчас где-то 80 килограмм. Он говорит, ну давай, значит, только добавим твой вес. Решил так, значит, а! Серега отдыхаешь между подходами, сколько по времени? Или как, полность, как считаешь, что? По ощущениям. Всегда, так, время особо не засекает. Ну, стронга, получается... Ну, минут 10, наверное, получается. Это максимум. Смотря какой тем тренировок, куда готовность. Если силовой, то вдыхай побольше. Если больше требуется вот стронговское, то меньше оно вдых. Уже подходим, больше на выносливость. И силовая выносливость, да, вырабатывалась? Кстати, очень хорошее упражнение. На силовое выносливость все-таки, бревно. Мне кажется, лучше упражнение не придумаешь. Просто работать все тело. Желтой с самого низа. И когда вот уверенность он протягиваешь, особенно весят не по 40 килограмм, не по 100 даже. А это 120, самый маленький, считай, оценивается. Вот выставляете, бревно туда наверх затащить с весом 120 килограмм. Две гампели 80 килограмм. Папа. Две гампели 80 килограмм. Две гампели 80 килограмм. Две гампели 80 килограмм. Две гампели 80 килограмм. Ну и еще одно лобунувалось упражнение сегодня. Одно заключительное. Маленько поприседаем еще. Приседаешь еще? Ты, короче, сегодня решил себя подубить. Не, не подубить, как бы у меня всегда такие тренировки. Просто завтра у меня легкая будет тренировка. А, так у тебя получается каждый день тренировки? Четыре раза в неделю тренируешься? Два дня подряд потом отдыху, а он бед два дня подряд. Еще себе, я через день тренируюсь. Еще лишь. Ты посмотри на себя и посмотри на меня. Сирога, как всегда, в Евсельчак. Говорит, поприседаем мы с тобой немного. Это образно. Он говорит, ну да. Он говорит, сколько поприседаем? Я говорю, так я не знаю. Он говорит, ну 200. Их ержет. Я говорю, ну 200. Да, еще причем фронтальный присед, это со штангой на груди. Так что смотрите. Я вот никогда не приседаю на раз. Вообще никогда. У меня самый маленький присед, это 5 повторений. Самый маленький. Ну, немного повторений. А, подожди, а по урлевсильник никогда? Не, ну это на соревнованиях. На тренировку я ни разу на раз не приседаю. А, ну ни проходку не делаешь? Никогда не делал проходку. Не сбирую очки по максимуму. Так прикидываю, там сколько компенсовый винты дают. Примерно прикидываю, там. Ну и начинаю, там, минус только, минусовый первый подход. 220 на 10 приседаю. 320 на 10. 320 на 10? Да, на встречах. Без в одном ремне. Без винтов, без... Вот так вот, как сейчас, только ремень одеты. Если бодибилдинг, на штанге, 1-5, на Саших, 8 там штук понавесим, а весом штанга 120 килограмм, зато вот такая, лифтер, 3-25, 170 и Паша. Там вот такая штанга, е-мое-мое-мое. Сразу видно было, кто тут тренируется. Сразу видно было, кто тут тренируется. Влекайтесь, влекайтесь, влекайтесь. Сказал, силовый экстрим, это король силовых видов спорта. Потому что тут... Потому что все. Это все, да. Это выносливость раз, как в просвите. Техника два, как в тяжелой атлетике. И сила три, как пауэрлифтинг. Вот так вот. Хе-хе-хе! Он был в подвале, еще когда-нибудь в 90-е. Той зал был подвальный. Реально качалка такая подвальная. Ржавая. Да, ржавая. А там что-то наняли не русских. Римом что-то делать там в подвале. Ну они мимо ходят. Они по 3-4 килограмма. Ну я сижу и жим сидя делаю. Сижу гантелями и жму сидя на скамье. Он мимо проходит, увидел. О! Я тоже занимался когда-то, прикинь. Я такой ставлю эти гантели. Я тоже когда-то занимался. Хватай эту гантель. Раз туда. Ну давай сядь. Я не вёл, чтобы руки так выгибались. И тут он меня нару... Ну не знаю, потому что я потом его не видел. Он же правильно что-то рвал себе. У него рука вот как-то вот туда как вырвала. Я перепугался. Говорю, бросай, 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 быстрей, быстрей. И после этого я вообще там его не видел. Он, глядь, уже там из больницы еще попал. И на ремонте я там больше его не видел. Он так же шутить за него. Ага. Он думает, ну здоровый парень меня тоже в силе. Он даже не спросил, сколько они весят, прикинь. А раз же гантель 3-4 весил. Он говорит, хватит давай его. Ну лучше или хуже сидел, делал. А чего он не сделает? Он же горит с сильными пареньами. Я же еще и хватит, ничего другу не оторвал себе. Ну и замочек. Двести килограмм, да? Серега, а почему называешь так же, как у привыкли, что у тяжелоатлетов? А... Двадцатку, говоришь. Как? Ну ты сказал сейчас, двушка или двадцатка? Двушка, двушка, двушка. Двушка это за 200. Ну двушка за 200. Ну, чтоб сокращение, чтоб там не говорить, 200 это двушка, да? Быстро. Сколько обычно Серега идет тренером? Ну по три часа. Вот я говорю, вот ты ко мне в пять приехал. Вот восемь. Сейчас, три часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, на этом наша тренировка строго закончилась. Сейчас еще, может, заминочки небольшие. Для профилактики. Ну вот, а я попробую, я, кстати, хотелось бы попробовать бревно. Бревно пустое, 50 килограмм. Я сегодня не занимался, так я просто попробую. Серега сейчас покажет технику, как я посмотрю. Ну, то есть, без положения на коляне. Делать вот так. Оп! И сразу закатываю. Дом толкает. То есть, это как бы энергоемкая очень. Лучше, лучше. Могу энергии тратишь. Потом очень большая нагрузка на бицейс терпеть так же. Можно бицейс порвать. Делать все так быстро, в дискотеке. Берешь левно. Делать, чтобы подрыв, или как бы самая тяга. Хоп, на колено. Проседаешь. Идом в миссии со вставанием, с коленой. Начинаешь закручивать. Левно на грудь. Разрешение. Оп! Термо, лава, лава, лава. Иглом отсюда. Держение делаешь. Я. А грудь подаешь вперед. Вот. Левно в лесу. Оп! На грудь ее. И с груди ударим. Вперед. Понял? Вставай отсюда закручивай. Оп! Вот она, видишь? Понял, да? Наша тренировка закончена. Желаю всем здоровья, самое главное. На успех во всех ваших начинаниях. Ну и всем добра. Спорт рулев. Все, ну я тоже с вами прощаюсь. Рад был поснимать для Сереги на тренировку. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...